Наши эфир продолжает час Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну и во время карантина, поскольку у всех появилась масса свободного времени, свободные вечера, кто-то занимается чтением. Вот об этом пару слов. Совершенно верно. Поскольку все мы окружены новостями и экспертами, политиками и так далее, о ком тоже и нам сегодня придется поговорить, то я вот понимаю, может не всем это интересно, но я продолжаю настаивать, что это все-таки нужно. Пока мы с вами все по всему земному шару сидим в заточении, так или иначе, то надо нам отвлекаться. При этом отвлекаться не означает развлекаться, слова похожие, но немного разные. И много существует и фильмов, которые стоит пересматривать, ну, может, и до них еще доберемся, хотя я надеюсь, все-таки, что скоро все у нас вернется на круги своя. Много и книг, поэтому я сегодня расскажу вам об одном авторе. Написал он много, но порекомендую особенно одну его книгу и попытаюсь объяснить, почему именно его я выбрал и почему я вам его так рекомендую. И благодарю, как всегда, Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И поговорим мы сегодня с вами про Клаева Джеймса. Повод, на самом деле, тоже не очень веселый. Клаева Джеймса не стало в конце прошлого года. И после этого, ну, сами знаете, бывает такое, что к человеку сразу резко возрастает интерес. Я про него слышал, но действительно заинтересовался им тоже в виде, как отреагировали, прежде всего, консервативные средства массовой информации. То стал знакомиться с его творчеством. Человек очень и очень интересный. Хотя, конечно же, надо с некоторыми оговорками к нему подходить. И та книга, которую я бы вам рекомендовал прочесть прежде всего. Потом можете его мемуары почитать. Они довольно остроумные. Можете еще что-то. Но сборники какие-то из истики. Хотя сборники слишком сильно привязаны к тому времени, когда выходили. А вот его книга, которая называется «Культурная амнезия», «Cultural amnesia», ее вот почитайте. Она отнимет у вас несколько вечеров. Она здоровенная, в ней 900 страниц. Но, поверьте мне, эти 900 страниц того стоят. При этом книга, она построена как биографический справочник. То есть, это эссе о ряде, по лафавиту выстроенном, людей из самых разных культурных и политических областей. Которых, как положительных, так и отрицательных, кстати. Которых Джеймс считает важными для понимания нашей западной цивилизации. Что в ней есть хорошего. Какие в ней есть проблемы. И как с ними бороться. С этими проблемами. Не все биографии эссе интересны, я сразу вам говорю. Хотя, тут на любителя. Мне, например, про музыку было не очень интересно. Может, вам это будет любопытно. Но, все они заслуживают вашего внимания. Потому что, во-первых, это не чистые биографии какие-то. То есть, родился, жил, умер, написал то-то, то-то. Великий потому-то. Совсем нет. Клайв Джеймс, он напоминает нам, что эссе – это, вообще-то, искусство. И сам Джеймс, он австралиец. Хотя, жил в основном в Британии. Поэтому, как-то, трудно отнести к какой-то стране. И в его эссеистике влияние многих и британских классиков, да и американских. Потому что смысл эссе не только в том, чтобы порассуждать, но на заданную тему. А в данном случае это биография или важность того или иного человека. Но и выйти еще на какие-то другие, совершенно, казалось бы, неожиданные рассуждения. У Джеймса это получается очень хорошо. Он может начинать вам рассказывать про Лихтенберга, про Колоковского, про Борхеса, про кого угодно. Про Саида. Повторяю, там не только симпатичные люди. А потом вдруг вы ловите себя на том, что вы втянуты в такой своеобразный диалог с Джеймсом. Ну, например, о кино, посвященном терроризму. О проблемах терроризма вообще. О нацизме, о тоталитаризме. Да, практически все, что так или иначе нас интересует. Ну, кроме, может, каких-то спортивных моментов. На них Джеймс особенно не акцентирует внимание, хотя и они есть. А темы все-таки такие действительно значимые и великие. Они все в этой книге есть. И по поводу каждой из них у Джеймса есть свое мнение. Ну, главным образом он, конечно же, выстраивает все вокруг взаимодействия культуры и тоталитаризма. Показывая, как в ряде случаев культуры тоталитаризма, увы, помогает или оказывается перед ним бессильный. А в ряде случаев противостоит, пусть и теряя на своем, и много чего теряя, в том числе и жизни выдающихся мастеров. Но для него это действительно тема важная, хотя здесь мы подходим и к самому сложному моменту. Дело в том, что Клайв Джеймс, он себя позиционировал как такой умеренно левый. И, знаете, есть очень странное явление в мировой эссеистике, критике, публицистике – это разочарованные левые. Их тоже, на самом деле, можно поделить на несколько категорий. То есть, есть левые, которые, изучив все изнутри, полностью поняли, что левая их идеология, она абсолютно гнилая. Когда она несет в себе тот самый тоталитаризм и ее разоблачают, но при этом чего-то им не хватает, чтобы сделать тот самый шаг и стать уже окончательно, понять, что правые консервативные взгляды, они гораздо разумнее. И, по-хорошему, этих самых людей правые чтят гораздо больше, чем их недавние коллеги. Но вот этот шаг они боятся сделать. Оруэлл, например, самый яркий пример. Есть люди, которые, да, вроде бы перешли в ранг консерваторов правых, но какие-то странные пристрастия из левой своей эпохи, из левой своей пары, они сохранили. Ну, Краудхеммер, например, на мой взгляд, был таким. Ну, и есть часть людей, которые полностью разорвали все, что вообще было, связывало их с левым движением и стали его весьма и весьма активными критиками. Ну, и многие организаторы, основатели американского консерватизма, здесь и Майер, и Кендалл, и, скажем, если мы говорим о европейцах, то Ревель, мною, как вы помните, весьма и весьма любимый. Ну, и, может, еще есть такая группа людей, которые вообще не поймешь. Это, кстати говоря, они тоже весьма достойные по-своему. Просто отторгшие левые, как таковые, установки, но себя позиционирующие как полностью независимые. Это, кстати, характерно для любимых мной северо-ирландцев. Как минимум двух вам могу назвать. Лево Макинстрона, не здравствующего, и Сент-Джона Эрвина, покойного. Ну, вот, если мы эту классификацию держим в уме, то Джеймс, он, скорее всего, все же у нас будет первый. То есть, он точно вам описывает, в чем проблема левых. Почему тоталитаризм нацистский и тоталитаризм коммунистический, это на самом деле две стороны одной медали. Почему коммунизм подавлял личность так же, как и нацизм. Все это вы у него найдете. Плюс он готов защищать американскую политику. Он разоблачает очень много мифов о якобы агрессивности этой американской политики. И вот это вот понимание им изнутри того, как работает левый тоталитаризм, что ряду правых, кстати, не понять. Признаемся честно, правые люди здравомыслящие. И им до конца очень зачастую, это своего рода проблема, понять всю гниль того же нацизма или коммунизма просто нельзя. Ну, потому что здравому уму это не поддается. И в этом ценность разочарованных левых, что они-то как раз нам и объясняют, что тут в демократах, я их припоминаю, в социалистах и так далее, такого ужасного. В прямом смысле этого слова. Что понять могут только люди, которые во всем этом мусоре когда-то сами копались. Ну, вот и действительно у Джеймса это получается очень хорошо. Но, к сожалению, вот ты читаешь, читаешь и радуешься с нацистами, разобрался правильно про коммунистов, все как надо. Что все рассказы об ужасном преступлении американцев в Хиросиме отвергаются. Единственный выход. Что агрессивная политика Америки в Европе тоже вымысел. И вдруг вылезает, что антикоммунизм в американской политике, он нанес больше вреда. Что Маккарти плохой. Что в Вьетнаме все было не так. Что Израиль замечательно. И Джеймс действительно был другом Израиля. Но что вот и там начинает вспоминать какие-то элементы борьбы и приравнивает ее порой к террористических. Хотя, конечно же, это была чисто освободительная борьба. Но вот такое есть. Это я вас сразу предупреждаю. И меня это коробит, говорю откровенно. И по части вот американских его наблюдений некоторых. И по части израильских. Хотя, повторяю, он и в Израиле часто бывал. И целиком и полностью поддерживал израильское правительство, как я знаю. И, как я сказал, друг Америки. Но вот все это есть. И, к сожалению, пережитки левой идеологии, они в человеке остаются. Если он не может признать, что все. До свидания, левая. Я полностью прав. Но, с другой стороны, знаете, это очень в плюсе. Потому что, когда вы читаете книгу, в которой вы... Я помню, я вам рассказывал это про Джона Лукача в прошлом году. Он, правда, был как раз консервативный, но похожий. Там другие немного особенности. Вот когда вы читаете и соглашаетесь процентов на 80, на 90 с автором. А 10 процентов у вас вызывают отторжение. Или желание спорить. На самом деле, это даже хорошо. Потому что полного единения ни с кем быть не может. Может, когда у вас расхождение с автором процентов на 2, на 3, на 4, на 5. Но это значит, что автор ваш в целом. Ну, а это так, на это можно закрыть глаза. А когда вы читаете книгу, на одной странице восхищаетесь, на другой восхищаетесь. 10 страниц восхищаетесь. А на одной у вас идет протест. Это, я считаю, хорошо. Поэтому такие авторы нам тоже нужны. И понять, что и как. Даже держа в памяти, что им надо было пройти свой путь до конца. Но понять, как работает их мозг, нам тоже нужно. Я же завершаю. Да, сегодня у нас первый сегмент покороче. Но так он и замышлялся. Потому что должен был быть последним в прошлом нашем выпуске. Ну, вот, завершая тему Клэва Джеймса, скажу вам еще, что последние годы Джеймс, ну, он, пожалуй, стал особо популярен именно среди консервативных и правых авторов. Левые, хотя его публиковали, но от него акцентировались. Потому что он был среди скептиков по вопросам изменения климата. Он был за Брексит, считая, что та бюрократия, в которую превратился Евросоюз, она Британии, которую он считал, в общем-то, своим вторым домом, порой даже, наверное, и первым, она стала очень важной. Он отчасти даже изменил свои прежние, ну, у него там остались какие-то замечания критические, но все равно он стал называть лучшим премьером Британии за свою жизнь, прожил, кстати, долго, он с 40-го года рождения, Маргарет Тэтчер, лучшим премьером Австралии Роберта Мензеса, может, кто помнит, мы про него говорили, тоже антикоммунист, консерватор и творец нынешней правой либеральной партии в Австралии. И он, ну, в адрес Трампа, он, особых комментариев у него было мало, он так дистанцировался, но он в 16-м году сказал весьма разумную вещь, а именно, что Хилари Клинтон не заслуживает победы, потому что она своим поведением и своими действиями оскорбляет американский электорат, и что она не выиграет. И, как вы видите, в этом Джеймс оказался прав, на самом деле, хотя вот он прожил еще несколько лет, когда Трамп уже стал президентом, но у него были проблемы со здоровьем, повторяю, возраст уже такой солидный, поэтому особенно активно он в последние годы уже не работал. Ну, вот то, что есть, поищите, культурную амнезию, которую я в основном, вокруг которой этот свой сегмент и построил, я вам рассказал, и очень советую вам этого человека прочесть. Он, повторяю, может быть и не совсем наш, простите, такое обобщение, то есть однозначно проамериканский, произраильский консерватор, но то, что его книга сообщит всем во много интересного, даст пищу для размышлений, для возможности дискутировать, ну, понятно, с книгой дискутировать не очень хорошо со стороны смотрится, но сейчас мы все в заточении, почему нет, это полезно, поэтому, и опять же, несколько вечеров точно вас вы проведете с интересным собеседником, даже когда вы с ним не будете соглашаться. Так что еще раз, Клайв Джеймс, Cultural Amnesia, на русском языке, насколько я знаю, не переводилось, очень вам рекомендую, думаю, все-таки вы не пожалеете потраченное время. Здесь умолкну, не знаю, если Сергей что-то добавит или если звонки, с удовольствием передам Сергею слово. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы к Ивану, пожалуйста, звоните и задавайте, добавить нечего, я эту книгу еще не читал. А теперь тогда, коль скоро звонков и вопросов нет, давайте поговорим вот о чем. Вы, наверное, слышали, что по стране у нас прокатилась волна демонстрации протеста, потому что на местах местные политики принимают разные формы, ограничивающие права и свободы граждан, а самое главное решают их право на работу и существование. Ну, вот в связи с этим и прокатились эти протесты, вот об этом бы хотелось поговорить. И в частности, ну, в некоторых случаях, вот в частности в Мичигане, насколько я знаю, против Уитмар, против губернаторша подали исковое заявление. Да, мы с вами продолжаем эту самую нашу эпоху домашних арестов, я все-таки буду придерживаться такой формулировки, потому что напоминаю, то, как это вижу я, карантин для больных инфицированных, самоизоляция это под вашу ответственность, а то, с чем столкнулись мы, это домашние аресты. Будем называть вещи своими именами, каждый раз это буду повторять необессутие. И сейчас мы вышли на очень странную какую-то, ну, каждую неделю что-то странное у нас происходит в этой области на самом деле. И сейчас очередной виток странности, потому что никто из политиков отменять не собирается то, что происходит, а некоторые даже ужесточают, ну, кроме определенных стран, о которых мы в прошлый раз говорили, не буду повторяться. А ситуация указывает на то, что политикам в данной ситуации вроде бы надо и их друзьям, сообщникам, так называемым экспертам, и дальше изображать из себя важность и оставаться на ведущих ролях. Потому что мы с вами столкнулись с тем, что называется худшим из всех миров, так как малейшее ослабление и спад эпидемии, а он, скорее всего, произойдет, потому что, ну, в принципе, все эпидемии спадают. Они будут означать, что эксперты перестанут маячить в телевизоре, перестанут на нас обрушивать огромное количество цифр и графиков, согласно которым мы должны были умереть еще вчера, при этом все и несколько раз. А политики, у них есть возможность показать, что они заботятся. Ну, заботятся они известным методом, как правило, то есть всех запереть, но, как бы то ни было, они показывают свою активность. Хотя в ряде случаев лучшее, что может делать политика в экстремальной ситуации, это как раз свести свою работу к минимуму и позволить людям разбираться в этом самим. Все спорно, я не спорю, и я сам вам говорил, что долгие годы этого нашего welfare state, они людей испортили, но то, что мы видим сейчас, это, я даже не знаю, в русском языке тоже, к сожалению, нет такого выражения, это уже nanny state. То есть, когда правительство, государство, как угодно это называйте, уже окончательно превратилось в няньку. То есть, не шались, иди дома, выйдешь из дома, уши надерут, без обеда оставят или карманных денег тебе не дадут, а будешь возмущаться, еще хуже станет. Это, конечно же, ненормально. Тем более, мы с вами отчетливо видим, что все эти катастрофические модели, они или не оправдываются, или все получается совсем не так, или еще что-то. Мы прекрасно понимаем, что напыщенность и самовлюбленность экспертов, особенно тех, которые склонны к апокалиптической манере. А все мы знаем, что привлечь к себе внимание, давно об этом написано, и не я этот вывод делаю, можно только апокалиптическими предсказаниями. Это с одной стороны. С другой стороны, политики, которые заинтересованы в том, чтобы на этих апокалиптических делах сооружать себе капитал, то им, конечно же, невыгодно ослабление нынешних правил. И поэтому мы уже слышим, что два года минимум надо ото всех держаться в два метра, что до конца года нельзя делать того-то, нельзя делать всего-то, локдаун помогает. Мы никогда не узнаем, кстати говоря, помогает локдаун или нет, потому что смысл его ведь в том, не в том, чтобы эпидемию остановить или ей помешать, а в том, чтобы ее продлить, если мы уж честно с вами будем говорить. Просто смысл в том, что, как я понимаю, как это видят наши, не ваши, и наши, к сожалению, власть имущие, что чем дольше мы сидим по домам, тем дольше распространяется эпидемия, тем меньше нагрузка на больницу. Но реально остановить эпидемию все эти меры, они не могут. Они ее растягивают во времени искусственно, помогая медицине. Я не спорю, может, медицине надо помогать, но я не уверен, что такими способами. Тем более, когда получается так, что в одном месте действительно катастрофы, врачи круглые сутки дежурят, а в другом месте пустуют больницы и их закрывают. И при этом люди, которые туда могли бы попасть со своими обычными болезнями, они этого сделать не могут просто-напросто. Потому что все больницы ждут, что вот сейчас срочно привезут больных и так далее и тому подобное, то это не очень хорошо, нельзя ко всем местам относиться одинаково. Требуется какой-то дифференцированный подход. И на самом деле как раз у вас в Штатах он еще более-менее соблюдается. И то, что Трамп, да, я опять, получается, его хвалю, но он право уже, на мой взгляд, справляется. Потому что он действительно делает ставку на федерализм, то честь ему и хвала. Но как бы то ни было, когда мы видим, с одной стороны, вот все то, что он только что рассказал, и то, что карантин и домашние аресты все это нам продлевают, то, что политики заинтересованы, эксперты заинтересованы и так далее и тому подобное. Но кто в этом не заинтересован, так это люди. Потому что по мере того, как погода улучшается в большинстве стран с домашними арестами, а деньги кончаются, то невольно понимаешь, что как бы неделю сидеть дома и смотреть телевизор, это, конечно, весело. Две недели это уже не очень. А вот потом начинаешь понимать, что вообще-то это только в Америке, но впору задуматься и всем, что происходящее это нарушение Конституции, а точнее той поправки, которая запрещает особо жестокие и необычные наказания. Помним про такое. И получается, что мы, обреченные тут сидеть и выходить только когда нам какое-то ограниченное количество времени, лишаться своего заработка, ну, кто-то еще кому-то получше, кому-то похуже в этой ситуации, но как бы то ни было, тупеть и приобретать, сидеть и постепенно, как бы это сказать, ослаблять свою собственную иммунную систему, естественно, людям это не нравится. И они начинают выходить на улицу и начинают протестовать. И даже я вижу у нас уже в России происходит волнение в Ростове, пока онлайновски во Владикавказе уже на улице люди выходят. У нас-то в Москве еще более-менее, хотя и здесь все рано или поздно начнется, поверьте мне, если это продлят еще. Это будут продлевать, я чувствую. И то, что мы видим в Штатах, где у вас люди уже все активнее и активнее начинают выявлять, высказывать свое недовольство, ну, вот это то, о чем я говорил, это неизбежно на самом деле. И я безмерно рад, что американцы протестуют против этого. Вы можете сказать, что виноваты, что перезаражают друг друга и так далее и тому подобное. Но, как я вам сказал, сидеть дома это тоже не выход, увы. Пока нет вакцины, выхода нет на самом деле. А любое решение, нацеленное на ограничение свобод, каким бы оно ни было продиктовано благородными намерениями, это всегда должно вызывать протест. Так или иначе. Извините, по-другому нельзя. Когда нет никакого противодействия, то власть начинает чувствовать себя абсолютно уверенной и делать все, что хочешь. Да, это издержки того самого федерализма, что где-то губернатор может в своем штате позволить максимальную, ну, в условиях нынешних, свободу, как Хатчинсон в Арканзасе. А где-то мы сталкиваемся с тем, что губернатор навешивает полным-полно ограничений. Но, извините, это демократия. Проголосовали, за кого проголосовали, с тем и сталкивается. И здесь у нас получилось очень интересное, кстати говоря, противостояние сейчас. Это Гретхен Уитмер из Мичигана, который Сергей упомянул, и Кристи Новым из Южной Дакоты. Они более того, как нетрудно догадаться, обе женщины. Они ровесницы еще, что самое интересное. Ну, и, по крайней мере, у Уитмера не поручусь, так как она уж слишком меня раздражает. Но, к тому же, и без суть, не за такой сексизм, еще и женщина весьма привлекательная. И поэтому они вот оказались на таком, если хотите, на передовое столкновение двух подходов к ситуации. Потому что Уитмер гайки все закручивает, закручивает, сколько человек дома, сколько выходить, что покупать, что не покупать, как ездить, как не ездить. Новым у нее только для людей старше 65 ограничения основные. Ну, и тот же самый social distancing, насколько я понимаю. И заметьте, какая реакция. Люди, то есть избиратели, они атакуют Уитмер. Они выходят на улицы, даже с оружием. Они сидят в машинах, сохраняя тот самый social distancing, с лозунгами «дайте нам работать», с лозунгами «мы не будем подчиняться» и так далее. Как реагирует пресса, нам рассказывают ужас, какой люди, белые, там их в основном белые, вышли на улицы с оружием. Зажравшиеся знаменитости, которые самоизолируются в многомиллионных особняках, и которым все приносят и привозят, они в твиттере, я сам это видел, пишут, что это возмутительно. Можно посмотреть, как вообще люди посмели выходить на улицы и протестовать, и так далее. Кристи Новым, она, повторяю, ничего такого не делает, поэтому ее ненавидит пресса, что она всех убьет, она всех уморит. У нее в штате вспышка этого самого коронавируса. Новым выходит, появляется на экране и объясняет, что вспышка в одном единственном месте у нее, и более того, это место его нельзя закрыть. Потому что это фабрика, мясокомбинат, и он относится к числу пресловутых essential businesses, нельзя никак от него избавиться. И более того, Новым напоминает всем своим слушателям, что слишком многие слишком охотно отказываются от свободы, когда делать этого совсем не нужно. А когда лидер, мы понимаем, кто имеется в виду, сосредотачивает в своих руках слишком много власти, то это плохо для свободы. И заметьте, после этого ее интервью, как-то пресса немного от нее отступила, потому что Новым была вообще безукоризненна. Это вообще еще такой короткий комментарий, что когда журналисты многие, хотя Кэнди Соуэнс замечательная, дала прекрасный всем нам совет, что лучшая самая рекомендация это social distance от мейнстримных средств массовой информации. Но заметьте, когда сейчас они сталкиваются с людьми крепкими, умными и спокойными, они стали пугаться. Они отошли пока от Новым. Кэн Соу, посмотрите, обязательно просто-напросто уничтожил левого Билла Мара. И Билл Мара без своей улюлюкающей, хлопающей аудитории, ну, такие условия, он так записал интервью, был полностью раздавлен. Поэтому я лично считаю, что да, к сожалению, дают какие-то выкладки по опросам, что большинство американцев не хочет, что боятся. Возможно. Есть такое. Но все-таки я вижу, что свобода в Америке сохранилась. Люди, которые готовы за свое право работать, за свое право сохранять свой уровень жизни и, если угодно, да, то и рисковать тоже. Это, к сожалению, не фактор жизни, которого мы не можем избежать. И мы сами должны решать вообще-то, рискуем мы или нет, а не правительство. Они есть. И я вижу, к счастью, что президент, в общем, тоже на стороне таких людей. И хотя он в своем вот этом плане постепенного открытия Америки, ну, что будем использовать такую версию, там многое по-прежнему на губернаторов возложено, я считаю, это правильно. Но то, что в соцсетях он подчеркивает и высказывает свою поддержку тем людям, кто выступает за свою свободу, это, безусловно, замечательно. И, может быть, конечно же, мы ничего не знаем, и, возможно, как только все это закончится, другие проблемы выйдут на первый план. Но вот сейчас один из вариантов развития событий, что мы с вами видим расклад будущей политической борьбы к 22-му или даже к 24-му году, к президентским выборам. К выборам этого года мы еще будем возвращаться, я надеюсь, что стремительно едущие крыши и Байден, ну, отправятся куда ему и надо. А вот то, что в 24-м году потребуются действительно сильные пост-трамповские кандидаты, будет ли это мой любимый Десантис, ну, он, правда, штат-то закрыл, но там тоже достаточно много послаблений сделал. И я смотрю, противники домашних арестов его не очень трогают. Возможно, это будет та самая Кристи Ноум, показавшая себя так сильно. Возможно, выдвинется тот самый Дэн Крэншоу. Мы посмотрим. С другой стороны, мы тоже видим, кто. Это весь этот безумный, озлобленный голливудский бомонд, с позволения сказать, ненавидящий простых людей. И такие губернаторы, как Гретхен Уитмер, который хочет считать часы, которые мы проводим на улице, как и чем мы едим. И такая может стать вице-президентом, кстати, уже в этом году. Ну, не дай бог. В следующем, конечно, я имею в виду на выборах этого года. А, возможно, она станет лидером Дель-партии уже в самое ближайшее время. Поэтому смотрите на все это, делайте выводы. Я повторяю по итогам этой недели с Кристи Ноум и теми мичиганцами, кто выходил на улицы. Мое мнение такое. Здесь передаю слово Сергею. А я вчера выразил свой протест с тем, что мы сели в лодку и пошли на рыбалку. И поймали по одной такой маске. Ну, конечно. Да, я видел замечательно. Да, все равно это не кипер, потому что кипер там 40 с чем-то инчи. Это рост там чуть ли не с меня. Но неважно. Делать не в рыбе, как бы мы ее все равно отпускаем. Но вчера физически несколько устав. Во-первых, непривычно столько свежего воздуха. Задолбался сидеть или в студии, или в комнате целыми днями. В магазины я не хожу, как бы в целях предосторожности. А вообще люди, которые, причем люди, к которым я относился, вроде которые, я не знаю, со здравым смыслом вдруг заистерили, начали паниковать. Вот, послушайте, все в ваших руках. Ну, вот я не пойду, допустим, даже после того, как откроют все. Я не пойду в толпу, где 100 человек собирается, 50 человек, я не знаю, людей незнакомых. Я не пойду в эту толпу. А если уж меня жизнь заставит пойти в магазин, так я одену перчатки, маску, если меня это волнует, и пойду. Вот и все. Что изменится? Нет, нет, люди выступают, причем некоторые владельцы бизнесов, обладатели, там, владеют малым бизнесом и тоже считают, что я сумасшедший, потому что я поддерживаю постепенно вот такое открытие бизнесов. А как люди, которые страдают, как их? Честно говоря, не понимаю. Но если ты боишься, ну, не ходи в толпу, ну, предпринимай какие-то меры профилактики, предосторожности, мой руки, я не знаю, обрабатывай, не ходи там, где много народу. Ну, сейчас же ты все равно живешь, ты все равно ходишь в магазин, но это большой магазин. Там тоже проходят тысячи народу, у тебя есть все шансы заразиться, точно так же, как если бы открылись все магазины, и ты пошел бы в малый магазин. Или в мастерскую по ремонту автомобиля, если тебя припрет, куда деваться, пойдешь и будешь ремонтировать. Не знаю, не понимаю этого, вот честно. То есть правительство, бюрократы пытаются отучить нас думать и отвечать за себя. То есть кто-то вот должен принять решение, кто-то должен скомандовать, как тебе себя вести, что тебе делать. И мы такие все, ну, если ты хочешь поберечься, ну, поберегись, поберегись, похороняйся от того, чтобы какой-то рабочий выйдет на работу, будет что-то производить, те же маски шить, кому от этого будет плохо? Вот, честное слово, не понимаю. А когда грохнется нахрен вообще все, вся экономика в задницу, псу под хвост, что тогда будет? Где-то лекарства брать, из каких денег брать, кто его будет производить? Ничего не понимаю. Ничего. Мы согласен, все в наших руках. Почему мы должны слушать, что нам говорят кто-то, кого мы не знаем, и кто не представляет, как живет каждый из нас в отдельности? Совершенно верно, никто не заставляет вас бегать по улице, обниматься с первыми встречными, целоваться с ними и так далее и тому подобное. Каждый решает все за себя, но никак не правительство. Ну и потом, свобода имеет цену, и порой за нее приходится платить. Это надо понять. Свобода это не всегда, так сказать, вот, плюшки. Иногда за нее нужно платить. Если мы имеем право на оружие, иногда за это нужно платить. Не знаю. Давайте, друзья, я вижу масса звонков. Давайте мы все-таки сделаем небольшой перерыв. Как только закончится перерыв, послушаем рекламу, вернемся, примем обязательно все звонки. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон студии 847-400-5200. Я понимаю, скажем, жители Нью-Йорка там запуганы все до смерти, какие-то сумасшедшие цифры. Ну и, наверное, реально страшно, когда тысячи людей попадают в госпиталь, тысячи умирают. Это, наверное, страшно. Но действительно, во-первых, в каждом регионе своя ситуация, которая принципиально отличается от другой. И полномочия даны довольно широкими руководителям регионов или губернаторам. У нас все-таки федеральное устройство. И поэтому, сориентировавшись на местах, откинув, отбросив в сторону политику, в данном случае, все могло бы решаться вполне себе благоразумно, сбалансировано, с подходом, с разумным, чтобы некий баланс между безопасностью, здоровьем и тем, чтобы сохранить все-таки экономику. Потому что экономический крах в конечном итоге ударит под всем, независимо от политической принадлежности. Давайте попробуем. Я пообещал, что мы примем звонки, ответим на вопросы. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я хочу сказать две вещи. Первое. Вот только что он сказал, что по поводу выборов говорил недавно. Так вот, если, примерно то же самое, как играть с каталой, садиться. Если выборы состоятся, то так называемые демократы настоят на том, чтобы это было делать по почте. И ясное дело, в этой ситуации они стосуют так, что выборы будут за ними. Это первое, что я хочу сказать. А второе, ну, наконец, вот только что вышло, то, что очень многие предполагали, и в том числе вышло для кого-то интервью с профессором Монтенье, французским, то, что этот вирус, так сказать, РНК была встроенная часть от ВИЧа, искусственная часть. Потому что он так себя и ведет. Совершенно неуправляемо, так сказать. Спасибо. А вот по поводу выборов, что скажет у вас? Ну, мы на самом деле в прошлый раз об этом говорили, но раз вы пропустили, я повторю, что, конечно же, ни в коем случае допускать выборов по почте нельзя. Мы с вами уже, ну, сегодня, не знаю, успеем или нет, не успеем, поговорим в следующий раз. Теперь видим, кто, у кого на самом деле, с кем был колюжен пресловутый. Теперь понятно. И то, что посчитать так, как надо, демократы всегда смогут, это запросто. Или если вдруг случится такое, что выиграет Трамп даже по почте, то сразу же демократы опять начнут рассказывать нам истории, что кто-то в это вмешался и так далее. Поэтому, я считаю, сделать этот самый, да, я надеюсь, к тому, к осени все пройдет, и в любом случае social distancing сделать на участках, по-моему, ничего сложного в этом нет. — Абсолютно. Это вот тема, которую мы оставим на потом, это поговорим о колюжен, о связи Лубянки, кто с кем связан, каким образом это использовалось на протяжении трех лет, даже больше. Вот об этом мы поговорим в следующий раз. Наверное, с этого начнем, чтобы хватило времени. Мы сегодня уже не успеем, потому что тема тоже достаточно обширная. И, может, еще что-то вылезет, кстати, на этой неделе. — Добрый день, пожалуйста. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — Мэр нашего города Нью-Йорка, коммунист Влазио, решил еще сильнее надавить на наши супермаркеты. Единственный источник продуктов в нашем городе остались, который. Вот, тем, что он позволил гражданам на своих смартфонах снимать тех людей, которые не соблюдают social distance на фоне вот этих супермаркетов. И, в первую очередь, от этого, естественно, пострадают наши вот эти магазины. Вот, и как подчеркнул Сергей, вот, вчера вышли демонстрации и так далее. Вот, как вы думаете, почему наши демократы ухватили за этот коронавирус и как утопающие за сломинку, чтобы пройти этот карантин? Ведь я понимаю, что они хотят избавиться от трампа, и экономика, естественно, будет падать. Вот, а что они будут делать с погибшей экономикой? Ведь им же надо будет жить, поверцать, они же на это не способны. Вот, и вот еще один, вот этот, многие уже ухватили за то, чтобы перевезти наши предприятия, даже Германия хотят, чтобы все эти продукции, которые мы потеряли, которые мы получаем из Китая, они хотят вернуть к нам, в смысле, в Америку, Европу. Этот процесс будет совершен или все же останется так, как было в последние 30 лет? Спасибо. Спасибо вам, но по поводу первого, тут сейчас для демократов политика важнее, экономики, хотя всегда она такой была, почти все их действия, даже в экономической области, они были продиктованы политическими соображениями, а не наоборот. Сейчас, да, для них главное это нагнетать истерику, потому что как только начнется реальная предвыборная борьба, то и Байден придется стремительно, повторяю, едущим у крыши выступать против Трампа, ну, будет не очень хорошо. Если же мы, да, с вами, предположим, наихудший вариант, и что они будут делать с экономикой, но они будут делать еще хуже, потому что я уже слышу и про национализацию, и про усиление регулирования, и тот же самый Деблазио, что-то подобное говорил, и Ньюсом из Калифорнии. Кстати, очень может быть, что он у нас один из потенциальных, тоже мы это обсуждали, кто заменит Байдена в последний момент, если вдруг что-то там случится. Но Ньюсом просто сказал, что вот это для нас возможность сильно изменить капитализм. Деблазио, вы сами видите, что вас делает там, да, доносы и так далее, поощряет. Поэтому от демократов-то можно ожидать какую угодно гадость, к сожалению. Но все будет, и мы это вот видим сейчас на примере как раз губернаторов демократических, а это действительно уже не просто социализм, это авторитарный социализм. Они пользуются возможностью, чтобы лишить американцев свобод. Республиканцы, как к ним не относились, они бывают разные, но сколько там, 7 или 8 штатов, которые держатся, они все республиканские. Демократы, как ни по осмотручка, ни какая-нибудь гадость происходит, либо как в Нью-Йорке и по катастрофу, ну по общим меркам, либо как в Мичигане сидите дома и не высовывайтесь. Большой брат, точнее большая сестра. Поэтому лишняя вся эта эпидемия, это словно предупреждение, я не хочу на пафос переходить, но это действительно так, что американцам, что будет, если демократы дорвутся до власти в Белом доме. Что касается экономики, ситуация, скажем, наша... По второму вопросу я, извините, вам, к сожалению, толком не могу ничего сказать, поэтому здесь я умолчу. Ну, в общих чертах вы ответили совершенно верно. У нас получается замкнутый круг. От того, какие меры принимают, скажем, 40 лет возглавляющий законодательное собрание, там, Мэдиган или демократы, стоящие во главе, какие меры они могут предпринять ввиду ухудшения экономики. Все, что они делают, они увеличивают налоги, что приводит к еще большему ухудшению экономического положения. Бизнесы уезжают, налогоплательщики уезжают. Вот, ответом на это служит очередное повышение налогов. Это все, что они делают. И что что-то это как-то отразилось на результатах выборов. Нет? Десятилетиями сидят и правят, что в Чикаго, что в штате Иллинойс. Так и тут, на федеральном уровне, поверьте мне, происходить будет то же самое. Добрый день. Добрый день. Да, Денисов, вы затрагиваете разные темы. Послушай, Ваня, не трогай. Спасибо. Это сезонное обострение. Ну, бывает, я понимаю. Давно не было в нашем эфире. Человек, да, человек хочет потрогать, он хочет об этом поговорить. Не будем ему ничего делать. Вон, видите, как. Я на вашу не посягаю. Не трогай, не трогай святое. Ты его не понимаешь. Вы святое затронули. Ну, пусть сам трогает. Мы не будем его ничего сказать. Другой уважаем, право трогать каждого, что он хочет. И так, возвращаясь опять к этой теме. Открывать, не открывать. Кстати, вот интересно, мы получили одно очень такое письмо. Ну, не письмо, там комментарий был после Леонова Эйнштейна. Я попрошу его потом ответить. Подписались, правда, люди, я не знаю, вымышленные фамилиями или нет. И они обвиняют нас в том, что мы используем неверные статистические данные. А статистических данных ходит сейчас по свету такое огромное количество. И ни один специалист, за исключением тех, кто берет на себя такую ответственность, заявляет, вот это вот так, так и так. На самом деле, поверьте мне, сколько человек умер от коронавируса, сколько человек умер от других болезней. Вот, кстати, нет никаких данных по Италии, там, я смотрел графики, что смертность, скажем, в предыдущем годе, там, в девятнадцатом, восемнадцатом, в принципе, мало чем отличается от года текущего. Вот такие данные я видел. Ну, с небольшой буквально разницей. И в то же время все умерли от коронавируса. То есть, от остальных болезней перестали умирать, стали умирать исключительно вот в результате заражения коронавирусом. То есть, есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Ну, почему... Наверное, в любом, просто ради интереса, пройдитесь по социальным сетям. Любой человек, который выкладывает какие-то статистические данные за локдауны, против локдаунов, домашний арест, хорошо. Сразу же, полным-полно отзывов, полностью противоположны. И везде статистика. И везде приводится... Везде графики, везде цифры, везде отсылки. С сайтами, с красивыми названиями. И там, и там совершенно информация, противоречащая друг другу. А цифры вроде бы одни и те же. Поэтому я как бы тоже и статистике не очень доверяю. Хотя есть такая наука, должна быть объективной. Но, к сожалению... Просто пытаюсь рассуждать, используя здравые смыслы. Как мне кажется, как я поступаю. От того, что я сижу дома, я не знаю, хорошо это или плохо. Говорят, что хорошо. Одни говорят, ну, это здорово. А я вот вчера взял, выехал на озеро, на лодке. И мне кажется, что вот это хорошо. Я за последние несколько месяцев так хорошо себя не чувствовал ни разу. После проведенных нескольких часов на свежем воздухе на озере. Вот ей-богу. Вот это мое объективное, субъективное, объективное, как хотите, ощущение. Вот это то, что я понимаю. Я не суюсь в большие компании. Я не хочу встречаться с незнакомыми людьми. Если я куда-то выхожу, я предпринимаю какие-то меры предосторожности. Я думаю, что это поможет. И то это не факт, не гарантия, что, получив посылку или конверт какой-то по почте, я не подхвачу эту заразу. Ну, давайте тогда закроем почту, магазины, фабрики по переработке мяса и так далее. Просто наглухо все вырубим, как некоторые тут рьяные головы говорят. Нужно остановить буквально все и на короткий... Подождите секундочку. Все, и сидим дома и ждем, что мы умрем от чего-то другого. Отключить электростанции, потому что люди должны работать на электростанциях. А если уж карантин, так карантин. Отключить электростанции, отключить интернет, свет, газ, воду. Нахрен, умерли на какое-то время. Готовы к этому? Ну, а если нет, тогда включайте мозг, попытайтесь, так сказать, расслабиться. И все. Другого выхода нет. Жизнь продолжается. Ну, наверное, ну, понимаете, это, да, мрачновато к концу темы. Ну, прямо скажем, умирать придется всем. Давайте честно сказать. Болезней в мире полным-полно. Все мы должны соблюдать определенные меры безопасности. Заботьтесь о себе и об окружающем. И все мы должны работать, все-таки зарабатывайте себе на жизнь, чтобы помогать другим. Простые правила. Соблюдайте вы их. И пусть никто вам не заставляет сидеть дома. И не навязывайте другим то, что вы считаете нужным. Все. Правильно. Вот это самое главное. Не навязывайте другим, не заставляйте. Я же никого не заставляю. Каждый за себя отвечает, каждый принимает решение для себя. Вот это самый верный подход. Спасибо, Иван, огромное. К сожалению, времени больше не осталось. Звонков масса, но, очевидно, в следующий раз продолжим разговор. Продолжим, да. Похоже, нам это еще месяц точно. Всего доброго. Да, всего хорошего.